Друзья, всем огромный привет! В этом видео я вам покажу, как я самостоятельно, кустарным методом и, можно сказать, без особых вложений отремонтировал антенну Volvo S40 первого поколения именно в 40-ом Volvo Sedani потому что в универсале там антенна совсем другая Ну и получается, у меня была ситуация такова, что видимо, кто-то из предыдущих владельцев или может быть просто какая-то ситуация случилась вырвал полностью антенну с корнем, можно сказать то есть она была порвана одной из делений пополам и часть осталась внутри там и в любом случае мне ее полностью восстановить не удалось но хотя бы я вам покажу, как она снимается как она разбирается, как она смазывается и что у меня в итоге вышло Ну а теперь несколько слов о том, как снимается механизм антенны внешняя часть у нас небольшая а вот здесь механизм достаточно большой по размерам и для того, чтобы к нему подобраться, по-хорошему нужно, конечно же, снять обшивку ну, существует несколько способов некоторые люди делают просто грубо вот так вот, что берут разрезают здесь и оттопыривают обшивку потом это все обратно восстановить сложно но просто сшивают как-нибудь там или получается очень некрасиво ну, в общем, не важно, кто как хочет я советую такой метод, чтобы полностью освободить багажник снять вот такие вот коврики вот эти пистоны тоже придется снять кармашек нужно будет снять вот и постепенно просто обшивку можно оттолкнуть внутрь салона подобраться туда к электрическим разъемам отсоединить их, аккуратно отсоединяйте там второй разъем, на котором больше проводов он, ну, не совсем простой вот, отвертка его аккуратно отсоединяете ну, а потом механическое крепление там просто гайка и все это потом отсюда достается вот, и на время работ так как я эксплуатировал автомобиль я сюда просто сделал такой пятачок из скотча ну, чтобы просто не попадала внутрь вода так же сделал изнутри пока антенна отсутствовала на время ремонта настало время познакомиться поближе с антенной то есть здесь мы видим трубку в ней находилась раньше мачта мачта у нас получается здесь тут находится, вот тут точнее моторчик ну и там колесико, куда закручивается вот этот трос с зубчиками антенны это заземление подключено к корпусу я немножко его ослабил ну, просто мало ли будет мешать здесь у меня случилось такое неприятное событие что я начал смотреть, как вот это вот устроено как это подключается ну и в итоге оторвал вот этот кабель он здесь просто припаян то есть вот получается центральный проводник у нас подходит сюда ну, а это внешне это заземление антенны получается здесь вот но это все можно починить это не проблема для меня самое основное, в чем сейчас заключается проблема это надо достать остаток старой мачты вот видите, вот он здесь крутится и придется укоротить саму мачту то есть вот так вот я думаю поставлю новую мачту вот эта часть будет уже неподвижной то есть она будет зафиксирована прямо вот в этой трубке для того, чтобы все это разобрать тут, естественно, придется снять несколько винтов вот их тут тут у нас трубка вы представляете, эта антенна еще имеет отведение воды то есть так как через антенну может попадать внутрь вода то она проходит здесь выливается из трубки антенны и уходит туда вот под днище получается то есть все продумано реально замудрено все получается сейчас будем разбирать я беру отвертку вот, ну и начинаем разбирать посмотрим, как это все устроено я раньше с такими вещами не был знаком так, ну что, достается? да, достается что мы видим внутри? трубку мы еще не видим зато здесь мы видим вот это колесо куда закручивается вот это вот пластиковая пластиковый направляющий жгут моторчик, плата вот, ну тут все просто то есть плата управляет моторчиком на плату подходит электрический разъем нам сейчас, видимо, придется разбирать дальше а, вот так все разбирается то есть вот, смотрите раз и вот там вот выходит получается трубка но как саму трубку снять я не знаю, конечно еще но вода, получается, выходит вот сюда вот скорее всего я сделаю так хитро что я просто возьму и вытолкую этот кусочек мачты сюда вот выкину его настало время показать вам что у меня получилось я работу произвожу сейчас тесты в душевой комнате потому что если какая-то смазка выдавится то ее будет проще смыть получается так здесь еще я не закрепил буду чистить также контакт заземления еще не хватает элементов крепления антенна, получается, так и остается торчать над корпусом здесь я замотал изолентой чтобы ее сразу не выдавило но это я еще все буду приводить в порядок то есть я просто два деления, получается, заблокирую из пяти делений у нас будет работать то есть три полных и два по чуть-чуть ну то есть одно вот так вот по умолчанию торчит подключил питание здесь у нас идет минус ну то есть земля это сигнал управления и плюс 12 вольт я, конечно, еще выложу картинку чтобы было проще посмотреть что куда подключать если вы сами хотите затестить как работает этот механизм сейчас я подключаю управление на плюс и вот так вот антенна выдвигается то есть три целых деления и два по чуть-чуть вот если я отпускаю сигнал управления от плюса то антенна сама задвигается то есть на самом деле управление очень простое и так я уже припаял обратно кабель антенны то есть он должен подходить естественно внешняя оболочка корпусу а внутренний проводник вот туда то есть к антенне сейчас я тут уже все залил эпоксидкой чтобы загерметизировать это дело и мне сейчас нужно установить сюда термоусадочную трубку вот трубка села ну вместо этого хомута я поставлю пластиковый хомут ну чтобы на всякий случай если кабель начнет болтаться чтобы он не разбалтывал все там внутри вот это уже закреплено тут я все прочистил вот получается сейчас нам осталось лишь только смазать все внутри вазелином например ну или вот такой вот смазкой ну по идее супер клейкая консистентная смазка вот именно ей мы и будем смазывать внутренности то есть сам хомут антенку ну и все пластиковые шестеренки данную работу лучше всего производить вот в таких вот перчатках сейчас помним что у нас здесь хомут очень осторожно снимаем вот все это нам сейчас предстоит промазать вот полностью и естественно вот это вот все можно тоже почистить то есть я вот этими мухочистками сейчас все это старую грязь немножко почищу и можно будет наносить новую смазку вонечку сколько там старой грязи и начинаем наносить смазку 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 наносим вот туда 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 везде везде вот сюда и второй палочкой предварительно с нее все снимем мы можем все это тут раскидать вот так вот ну и напоследок на палец берем вот так вот весь хомутик тоже смазываем вот вот так он закручивается и устанавливается вот вот сюда вот теперь барабан на месте барабан теперь на месте вот так он встал еще немного наносим везде здесь смазки раскидываем ее то есть чуть-чуть приподнимаем туда закидываем он будет автоматически смазывается там вот будет вообще здорово только вот еще один момент надо еще вот эти провода поставить так как они стояли раньше вот один вот второй ничего он встанет там сам уже и закрываем крышечкой вот а теперь вкручиваем шурупы и проверяем что у нас все работает после длительной борьбы я понял как это все должно вставать то есть вот получается болт идет сюда здесь идет упор и антенна она получается все же как бы стоит немножко криво то есть она открывается вот туда а не вот так вот то есть вот под углом все антенна стоит на месте гайка закручена молнинг этот или накладка встала теперь же берем ключ берем ключик и поехали включаем радио вот именно так эта антенна и будет сейчас стоять то что я и хотел именно то что надо вот никуда она отсюда уже не денется все я думаю что можно вот эти вот места смазать немножко и проверим что она закрывается вот 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 так вот именно меня устраивает как эта антенна работает то что она немножко сейчас приподнята то есть она должна быть вот до сюда меня вообще это не волнует то есть вот как раз таки вровень можно сказать с кузовом с этой стороны все готово ставим на место обшивку кармашки и все что с этим связано ну и заключительный этап решил заизолировать вот эту вот гайку поставлю вот такую вот термоусадочную трубку раз плотненько ее поставим здесь она пусть будет торчать так вот вот так вот это все получилось ну и все трубка сидит прочно и заодно она представляет гидроизоляцию вот так вот получилась антенка здесь она чуть-чуть торчит так я и хотел вот так ну как будто на заводе сделано на самом деле а как вы считаете на этом говорю вам всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите вопросы комментарии пожелания всем пока и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч